Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Дольщики очередного проблемного объекта направили в кировские СМИ открытое письмо Покупатели квартир в Тектон-квартале просят создать рабочую группу по решению проблемы долгостроя Дома номер 38 и 40 в переулке Березняковский должны были сдать в июле и ноябре прошлого года Однако на сегодня в первом здании возведено лишь пять этажей, у второго даже не заложен фундамент Ввода объекта в эксплуатацию дожидаются 160 семей Многие платят ипотеку и аренду за съемные квартиры Работы на объекте в последние полгода не ведутся, утверждается в обращении Дольщики также просят власти Кирова организовать круглый стол застройщикам, чтобы не затягивать решение вопроса Напомню, ранее областные власти сообщили, что в регионе числятся около 200 пострадавших граждан по 8 проблемным объектам В их числе долгостроены Горбуновой, Сурикова и Орджоникидзе в Кирове Дайджест недвижимости В декабре в областном центре дорожали четырехкомнатные квартиры, а однушки, двушки и трешки теряли в цене Средняя стоимость квадратного метра за год также упала почти на 2% и составила 42 785 рублей Об этом сообщает аналитический портал Рейкерафру В сегменте четырехкомнатных квартир эта цифра чуть выше – 46 тысяч рублей за метр В сравнении с ноябрем прошлого года рост составил почти 8% В сегментах студий одно-, двух- и трехкомнатных квартир зафиксировано падение Оно составило от 1 до 5%, квадратный метр подешевел от 100 до 1200 рублей В зависимости от площади и расположения объектов Самой доступной квартирой, выставленной на продажу в декабре, стала 19-метровая студия на улице Советской В Нововятском районе – 520 тысяч рублей Больше всего планировал выручить владелец трехкомнатной квартиры на улице Водопроводной 137 квадратных метров он оценил в 14 миллионов 300 тысяч рублей На этом все. В студии работала Анна Лапшина Дайджест недвижимости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова